всем доброе утро попросили мои драники но сегодня вот уже видите жарю на сковородке и готовлю сразу же обед то есть у меня готовится завтрак дранички и на обед будет картошечка я уже тут и чесночок и лучок и тут и кетчуп и майонез в общем замариновала это у меня филе индейки я нарезала на кусочки сейчас у меня будет картошечка потом миска филе кусочки индейки и сверху тут грибочки потом снова слайсами буду укладывать картошку и запекать в духовке вот то есть у меня сейчас сразу и обед обедом занимаюсь да и завтраком вот такие получаются конечно румяна вредные но дранички со сметаночкой но конечно очень аппетитно выглядит да правда же вот и мои уже ждут все уже проснулись сегодня долго все спали поэтому поэтому же все проснулись и уже ждут завтрак так вот картошечка у меня первым слоем мяско потом грибочек ну грибочков у меня немножко потому что я вчера варила грибные супы вот просто что что осталось я уже так тоже поджарила их конечно уменьшилась вот уже помидорки тут нарезала и сверху пойдет картошечка то есть он сейчас помидорки сюда выложу и все картошечкой закрою сверху сыр и в духовку будет очень-очень вкусно все драники у нас готовы вот много делать кофе готовлю горячие бутерброды кому бутерброды кому драники кому чучхелу кому пастилу еще не нагрелась нагреется будет у нас горячие бутерброды и горячие драники а кстати картошечка же точно а тут у нас картошечка о свежайшая вкуснющая запах ароматный хорошо бы конечно еще чтоб зеленушка была но у нас нет зеленушки так что вот получается колбаска колбаска у нас папа может финский сервелат батончик сыр помидорчик вот они красавцы кино смотрит все уже дождаться не могут завтрака все катя пришла тоже на завтрак бутербродик драники сметанку принес на следующий день и начинается тоже конечно же с утра утра я достаю вещи чтобы включить дорожку и походить на дорожке еще сама особо не проснулась вот уже попила водички умылась так вот уже достаю вещи просыпаюсь просыпаюсь и хочу походить достала свои спортивные штаны и вот такие еще достала штаны я их покупала очень давно называется вот так вот вулкан так ты зачем залез на мои штаны этот товарищ их присвоил себе еще не до конца проснулась конечно сейчас думаю что уже все равно нужно нужно потому что чем больше лежишь чем больше нижешься тем это все хуже надо как-то брать ее в руки сейчас вот достала свои штаны и хочу вот их померить вот видите этот товарищ не дает мне это сделать не знаю мне кажется что я даже в них уже не влезу потому что покупались они у меня давайте меня зацепишь их давай товарищ давай товарищ уходи вот потому что покупала их очень давно мне кажется что я уже не не влезу хотела у них походить чтобы пропотеть а потом уже сходить в душ она буду мерить пойду готовить дорожку нужны и протереть от пыли запылилась она у меня подготовить включить достать кстати кроссовки еще нужно вот видите собираюсь силами и мыслями встать на верный путь так ребятки в общем померила те штаны эффект вулкана не подошли худеем дорожку опустила буду включать тратировать сначала я наверно протру потому что очень много пыли здесь все пыльное сейчас хочу все протереть здесь я попросила вову чтобы мне сделал полочку потому что когда буду бегать я возьму подставку и поставлю сюда телефон буду смотреть что-нибудь что-нибудь чтоб не не было скучно бегать вот хоть ее даже не поднимали чтобы всегда было желание на нее встать вот пойду сейчас за тряпочкой вот эту пыль протру полочку тоже вытеру поставлю туда телефон не буду бегать не бегать хотя бы ходить сначала начну хотя бы с ходьбы сильно прям так не буду себя разгонять чтобы чтобы желание не пропало да потихоньку начну ходить так ну все включаю себе какие-нибудь видяшки смотрю и хожу кто со мной тот герой пошел первый круг еще ноль стоит сейчас я пока на медленном хожу и потом уже на троечку включу побыстрее немножко вот у меня здесь стоечки полочка куда поставлю сейчас телефон и буду смотреть видосики в общем поднималась в эти шорты не вошла я хотя мне знаете не казались такими большими тогда я уже не помню но то ли я катю родила то ли еще докладки не помню не помню нет наверно катю родила я собралась заниматься похудением тоже после родов и вот купила такие штаны но я их надевала я в них бегло на дорожке они мне казались какими-то массивными а теперь вот даже не влезаю в них в общем цель влезть и в эти шорты и заниматься ходить на дорожке так чтобы потеть чтобы подшел и в общем да цель будет залезть в эти шорты хотя здесь размерчик где-то был вроде бы вот размерчик хотя здесь размерчик то извините xxl вот сейчас смотрю выгибанный xxl не похоже может быть это нет не похоже в общем цель влезть и в эти шорты и заниматься на дорожке в этих шортах все цель поставлена я позанималась уже включила воду пропускаю воду чтобы у нас потому что девятый этаж не всегда идет сразу горячая вода так вот включила сейчас буду принимать душ достала конечно же скрапки для тела а доктор все пахнет обалденно папа и я бы сейчас его съела просто ложкой вот у меня шпатель я все размешаю хорошо перемешаю это все масло смешались но этого двумя руками делать не получится в общем я перемешиваю хорошо вот шампунь для волос у меня ревлон такой мой самый любимый но я пользуюсь ими часто чтобы у меня волосы не привыкли к нему я пользуюсь так время от времени когда захочу потому что волосы после него пахнут обалденно тоже губками поработаю скрабика тоже для губ выставила щеточку так ну и потом возможно сделаю маску тоже почищу лицо и потом уже пойду завтракать смотрите выхожу из ванной а он тут у меня пристроился те штаны я не убрала еще в ящик сейчас уберу пристроился ты тут не на них ой ну даешь обрубовал что ли пристроился как пристроился на них ему как удобно хорошо фильм это очень классно до лежится облюбовал мои штаники до облюбовал мои штанишки все дождь приняла так свежо так хорошо стало и решила что буду сейчас капусту тушить так захотелось капусты я сегодня не завтракала пропустила завтрак получилось так что раз уже время сейчас 12 часов я лучше сейчас потушу капусту и просто пообедаю коли я завтра пропустила но чайник поставила чтобы просто воду вскопятить то чайник пустой у нас утром все попили чай и чайник опустел вот сейчас шумит на заднем плане и пришла я хочу капусту потушить так захотелось тушеной капусты и думаю ладно сегодня будет завтра будет пропущен ничего страшного хотя завтрак это самое главное я так считаю это приучено что лучше завтракать чем ужинать получили завтракать и обедать но лучше нужен пропускать но вот мне все не получилось так что я не позавтракала но я пообедаю и надеюсь что вечером у меня будет у них легкий ужин буду как-то сейчас стараться стараться держать себя в руках ну по крайней мере я пока стараюсь вот ну как не пока стараюсь а вот начала то есть вот у меня в принципе первый день понедельник первый день вот я позанималась на дорожке приняла душ и пришел от тушить капусту все потушу капусту ей же пообедаю а на ужин уже надо больше подумать что может что можно покушать на ужин такое не не жирное не жареное конечно же что-нибудь тушеное легкое а может быть просто творог с кефиром может быть вот так ладно там уже будет видно все я буду сейчас нарезать капусту хотя у нас холодильнике и грибной суп и рожки и котлеты и сосиски и картошку вчера делала на противне то есть еды много но вот не знаю приспичило капусты хочу тушеный и все тут а целый качан я нарезала сейчас немножко присолю что можно пробовать по вкусу на соль и обязательно ее вот так вот пожамкаю она помягче была составлю капусту на огонь добавляю немного водички закрываю крышкой и пусть она пока тушится я в это время почищу репчатый лук и потом морковку наверное я не буду обжаривать чтобы много масла не было у меня будет просто вот капуста с луком и потом чуть-чуть и масло добавлю подсолнечного и все силучек я порезала капусточка у меня тут тушится начинает я сейчас лук сразу сюда капусту добавлю все закрою крышкой пусть это все тушится потом уже добавлю немного масла подсолнечного если нужно посолю чуть-чуть поперчу и капуста будет готова конечный результат покажу пока у меня будет все тушиться пойду приводить себя в порядок конечно уже очень хочу кушать но дождусь капустки а еще вчера мы заходили фикс пресс и я купила вот такие баночки открываю диспенсер для специй с крышкой но я взяла это не для специй это я взяла для хотя корицы наверно тоже как специи считается да для корицы сюда засыпаете корицу и все кофеек корицу в кофеек я просто увидела такие баночки когда мы заезжали на заправке с вовой покупали там кофе там всегда стояла такая баночка с корицей мне саде очень нравится немножко добавлять корицу в кофе поэтому взяла и вторую баночку взяла для сахарной пудры потому что когда ну даже тот же манник допустим да я испекла манник также сюда пудру засыпала и потом щук 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 вот так вот на манник посыпала вот то есть приспособлюсь за пудры и для корицы такие баночки одна баночка 199 рублей фикс прайсе ну вдруг кто-то еще не знал что там продаются такие классные баночки поэтому бегите покупайте мне очень нравится я очень довольна что я их нашла пока моя капуста тушится я решила вам рассказать о парфюме вот я скажу так что моя зрительница оксаночка она посоветовала мне попробовать послушать аромат с парфюм а кстати оксана мне как-то однажды посоветовала также приобрести блески от лимони я скажу что фирму лимони я встречала в магазинах у нас встречала но не обращала внимание и вот она посоветовала заказать блески я заказала на вал борис вам как-то показывала и как только она мне под видео оставила комментарий что оля я хотела бы чтобы ты попробовала с парфюм скажи свои мнения если вдруг что-то там вот тебе понравится если купишь расскажи и я сразу погуглила нашла что в торговом центре дирижабль находится но для меня удобно потому что добираться на метро мне метро возле дома села и добралась спокойно на дирижабль видео мы снимали и наверное сейчас ставлю отрывок сюда как мы слова вчера отправились с одной стороны прогуляться выйти на улицу другой стороны узнать что за с парфюм и в общем вот небольшой отрывок сейчас здесь ставлю мы вышли на улицу посмотрела что в окно светит солнце нужно идти гулять сейчас хочу доехать до дирижабля мы посмотрели что магазин как называется не мы не магазинчик и там стойка будет стоять с парфюмом вот сейчас доедем и посмотрим по какой цене по какой стоимости какие они вообще то что ни разу еще не пробовала слава богу все подсохло я недавно снимала как я тут проходила все эти лужи перепрыгивала по бортикам было не пройти не проехать также идем мимо школы на метро 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 не она так и сидит кричит и сидит кричит никто и не застанет твой гнездо а там телефон нужно было сейчас положить на лоточек лоточек он и шоточки а сумки сюда на проверочку вот наша такая станция а вот наша осталась проспект космонавта что ты можешь сказать об этой станции мы сейчас от станции пирской космонавтов едем до конечной до станции ботаническая мы до конечной едем нет вам до ботанической а уже на дирижабле не успели зато приедет сейчас поезд будет пустой вот много мест как камеру посмотреть а улыбнуться сделать не успели зато а так и и и и и и Станция ботаническая, то у нас станция конечная. А у нас небольшое метро, от ботанической до проспекта Космонавтов, одна линия, выход в город, о, я же говорю, здесь жабры отсюда. Такой потолок в виде сот. А тут, что ли, лесенки у нас оказываются? Я что-то забыла даже, уже редко на эту станцию приезжаю. Выход. Все уже прошли, смотри, как хорошо. Людей нет. Пустота. Завтра? Завтра? Завтра живучий день. Вот. Дерижабль. Вот там дерижабль, это мастерговый центр. Вот. Сейчас пришел. Здравствуйте. Да, я не знаю вашу продукцию, хотела бы узнать, что за парфюмы есть. У нас есть и аналоговая, есть и наша авторская парфюмария, вот здесь полно-потоложная. Женский мустой, малышекского мустой. Батюрка. Батюрка. Батюрка аналоговая парфюмера. Батюрка. 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 Бакаруруша. Рыбль. Батюрка. А эта кара. Сейчас наличие, он только от 40 часов. Эта песня, потому что помладает? Около 250 часов мы тоже на одежде по 5 дней. Кстати, про бакаруруша, да, потому что мы даже там 80 часов на одежде. Действительно. В общем, некоторые ароматы в основном относятся в вашем глаз, потому что ощущения какого-то звучат, а они не держатся. Да, вообще. А что улыбимся-то? Аж смешно, да? Нацы в карман дома завоём. Ну, прошла. Пошли прогуляться. Конечно. И ароматик, пожалуйста. И вот приехала, значит, что мне сказали. Я даже выбрала аромат. Значит, мне как объяснили, что они, вот у них такие флаконы, это их авторские флаконы, то есть все парфюмы у них заливаются в такие флакончики, вот в белый, и у них ещё чёрные. Чёрные и белые флакончики есть. Я сначала вообще не могла понять. Она говорит, а у нас есть авторская продукция и есть аналоги. И потом только до меня дошло, что у них вот там, у неё лежал каталог, каталог, да, названий известных брендов, то есть Шанель. Вот я читала Шанель, Джорджи Армани, там, ну, вот многие вот эти известные бренды, Джованши, но не всё. То есть вот у Джованши, она сказала, у них ангел и демон есть, и в каких-то вариациях этот ангел и демон. То есть не всё, например, что бренд с Джованши, там и у них весь вот этот, все парфюмы от Джованши у них как бы есть, нет. Не всё. Я поняла, что значит они делают аналогичные такие ароматы, очень-очень похожие, и что они стойкие. Она мне дала визиточку, у нас в городе находятся 6 точек, в Дирижабле, в Пархаусе, в Радуги Парк, Фанфан, Волотере и торговый центр Кит. Вот их точки находятся в этих магазинах, у них такие пакетики, она мне дала пакетик. Почему я захотела купить аромат? Потому что, когда я стала смотреть вот этот список известных мне парфюмов, я нашла Байредо. То есть я сразу в списке увидела Байредо. Байредо я очень любила, у меня был флакон, он стоил лет 7 назад, я покупала, мне дарили денежки на день рождения, я покупала его за 10 тысяч. Сейчас в Золотом Яблоке он стоит 22 тысячи. Байредо Бланш. Я вам показывала в пустых баночках, может быть вставлю сейчас вот сюда фото, чтобы вы понимали, о чём я говорю. Я попросила у девушки послушать Байредо, и когда только она мне дала вот этот блотер, я просто поняла, что это он. Ну просто вот сразу я знала, я помню, хоть у меня аромат этот закончился, я показывала в пустых баночках, но бутылочка у меня пустая, находится на даче. Я это точно знаю, потому что не поднялась у меня рука просто её вышвырнуть. Я думаю, ладно, оставлю, чтобы вот вдруг-вдруг ещё там какой-то будет аромат, ну как бы останется аромат. Я буду вспоминать, что вот такой мне нравился аромат. Просто когда мне очень нравятся ароматы, я оставляю пустые вот эти бутылочки. У них уже нет парфюма, но вот запах ещё остался, ну остаётся на какое-то время. И я поняла, что это он. И я поняла, что стоит он сейчас 22 тысячи. Как бы сейчас у нас ситуация такая, что мы, ну как бы наши, я не знаю, все живут, конечно, по-разному, но наша семья сейчас должна как-то экономить в какие-то, в эти рамки такие, всё-таки экономия. Я не могу позволить, сейчас у нас немножко ситуация изменилась. Я не могу позволить пойти покупать парфюмы по 20 тысяч, направо-налево. Шанель также подорожал, то есть цены выросли. И, в общем, как бы я подумала так, что если он действительно так похож, и она объяснила, что вы, почему такие деньги платим, да, вот, например, почему мы такие платим деньги за люксовые, за известные бренды, потому что мы платим за бренд, платим за упаковку. А тут вот у них идёт стандартная упаковка, она, то есть вот у них этот флакончик, он белого цвета, и у них ещё чёрного цвета, и всё. То есть вот они, ароматы представлены в таких только упаковках. Вот, и, то есть Байрэда, и у них идёт свой значок, то есть вот Б-23. То есть Байрэда у них под таким-то номером. Она сказала, что держится, вот она мне дала листовочку, и сказала, что, где-то я читала, да, наши ароматы все очень стойкие, держатся 20-40 часов на коже, до 5 дней на одежде. Она говорит, что гарантирует, что типа ароматы стойкие, и можно купить там от 15 миллилитров, 15, 30, 50 и 100. Но 15 у них не было. Я спросила, можно мне что-то взять за 15 миллилитров? Она сказала, нет. В общем, мы пошли с Вовой, пока сходили до этого Тикс Прайса, прогулялись, я такая, ой, Байрэда, у нас сейчас столько стоит, столько стоит. И он сказал, пошли возьмем. В общем, муж мне купил вчера, я его развела, так скажем, пошли гулять, пошли поузнаем, что за аромат, и еще с выгодой ушла. То есть он мне купил аромат Байрэда. Байрэда, это он, это он. Мы с Ксюшкой как-то тоже давно на рынке покупали. Когда приезжали на Таганский ряд, на рынке, она тоже увидела императрицу Дольче Кабана. Она как только приехала домой, открыла, распечатала упаковку, стала наносить на себе, мы поняли, что это не то. Вот сразу чувствуется, что это было не то, что это подделка на императрицу. Что-то там было похоже, но это была не императрица. И мы больше так как бы даже не пытались никогда покупать. Но она была тогда школьницей, как бы в принципе, я думала, ладно, ей пойдет, потому что она школьница, как бы дорогие духи тоже на тот момент. Ребенку не хотелось покупать, но в общем, она попользовалась, она сказала тоже, да, я лучше куплю в магазине, лучше куплю настоящий бренд, потому что все-таки аромат был искаженный. Вот, но здесь я не вижу, у меня нет претензий. Я знаю, я знаю, я пользовалась, я говорю, что это точно такой же аромат, прям. Но он и есть. Так что буду пользоваться. Потом уже я пойму, насколько все-таки он стойкий, сколько он будет держаться. Если, если он действительно будет стойкий, как нам заверяет продавец-консультант, то я думаю, что я буду пробовать и другие ароматы, другие, ну, то есть, вот, я хочу Шанель купить в следующий раз, и что-то попробовать из Монталя, Монталь. В общем, пока я подзабыла бренды, но, в общем, я думаю, что у меня будет список тех парфюмов, которые я хочу купить. 30 мл, вот, 30 мл стоит 2 200, нам обошелся. У них есть собственные авторские парфюмы. У них можно 30 мл за 1700, по-моему, купить. Ну, в общем, если мы пойдем в Золотое Яблоко, да, там, в Литуаль, в Ривгош, то есть, 30 мл, я не знаю, каких-либо там брендов, ну, допустим, даже, ну, Живанши сейчас вообще дорогой стал, ну, ну, что там, да, ну, мне кажется, вот я Гуччи смотрела недавно, то есть, ну, тысяч 5 надо, то есть, за 30 мл 5 тысяч надо дать, тут за 30 мл 2 тысячи, то есть, мы экономим, но получаем тот же аромат, каким хотим пользоваться. И мне дали в подарок Габриэль, Шанель Габриэль, то есть, вот, у них, опять же, номерочек свой, а здесь, как бы, залит продукт от Шанель Габриэль. Кстати, хочу сейчас его нанести сразу, тоже очень классный, очень классный, очень. Я хочу Габриэль Шанель тоже. В общем, девчонки, скажу так, наше время надо экономить, если кому доступны ароматы, за такие цены, которые сейчас у нас представлены, то, пожалуйста, но я так думаю, что я попробую. Пока буду обращаться в Эс-Парфюм. Вкусно пахнет. Я, наверное, Габриэль хочу, и, наверное, да, много, наверное, я, надо посмотреть, не вот этот список, что у них там представлено, какие у них есть ароматы. Вкусно пахнет, вкусно. Я думала, что просто я уже никогда не куплю этой Байреда, потому что я ходила, когда уже в последний раз магазин «Золотое яблоко», то я смотрела Байреда, смотрела, да, сумма, конечно, не маленькая. Я думала, ну все, я, наверное, уже не куплю этот Байреда, у меня не будет этого аромата, но вот, пожалуйста. Я в восторге. Спасибо Оксане большое, потому что, если бы не Оксана, я бы, наверное, никогда бы не подошла к этой стойке, не знаю, я бы, ну, что-то незнакомое, я бывает как-то не вникаю, прохожу мимо, а тут вот, вот. Огромное спасибо, говорю Оксаночке, большое передаю привет. Девчонки, молодцы, что вы делитесь, что-то рекомендуете, что-то советуете. Я этому очень рада, потому что мы не все знаем, что у нас продается, что, какие хорошие продукты, какие нет. То есть, делитесь, делитесь, пишите. Такой обмен информацией, это просто супер. Не только, не только делюсь я, да, с вами, своими покупочками, да, вы знаете, я тоже люблю косметические продукты, делюсь, показываю, как, что, но, также, и вы мне советуете, я, это, этому очень рада, благодарна, супер, вот, я просто в восторге, я говорю, вчера приехала домой, просто была в восторге, от этого аромата, что, он у меня теперь есть, что я сейчас буду пользоваться им, я просто в восторге, все, вот. Ну, вот, рассказала про аромат, если, кто заинтересуется, у нас есть эти стойки, в Дирижабле, в Пархаусе, в Радуги Парк, Фан-Фан, Алатырь Кит, называется вот так вот, Парфюм, Энд Косметикс, когда качество превосходит ожидания, вот, все, рассказала, похвасталась, муж порадовал, неожиданно, кстати, неожиданно, не планировали мы, мы просто поехали, поехали прогуляться, поехали узнать, что, что это такое, и уехала еще и с подарочком, иду на кухню смотреть, свою тушеную капусту, мой обед готов, капуста, котлетка, немножко черненького хлебушка, кофе с молоком, и все, приятного мне аппетита, и все. Продолжение следует...